ну-ка-ну-ка-ну-ка что-то только работе леонар вот кто-нибудь там присутствует водички пока под ним как-то мне наверно надо чуток камеру еще под регулировать а ну посмотрим пока хоть кто-нибудь подключится может я еще немножечко вот где-то так вот где-то алью о привет кто-то начал появляться это превосходно водички попить это буду хрипеть как вчера вчера стрим три часа шел я даже это прих начал хрипеть так так звук наверно будет немножко лучше откроем свежий воздух с этой стороны чем был чуть сквознячка активность есть привет второй раз попадаю на твой стрим алекс привет здравствуйте все видно слышно о спаси бочки спасибо чки народу меня есть часик времени я привез свету сюда тут по делам и она только ушла и дела и будут длиться один час через час мы поедем дальше и будем собираться вот так что всех поздравляю наконец-то случилось пришла пятница и у нас пятница и у вас наверно пятница вот я собираюсь сделать поездку на рыбалку отдохнуть поехать на рыбалку и сегодня у меня будет день сбора вот сейчас только вернусь завтра я уже вчера говорил что где-то в субботу в 4 утра будут заправляться то есть мы будильники когда еду куда-то такие поездки не завожу организм так привык что уже сам как бы просыпается рано утром я не знаю у вас такое бывает или нет что когда ты собираешься куда-то к примеру ехать ты уже даже заснешь и среди ночи о привет из германии привет среди ночи раз так просыпаешься сможешь сколько время сколько время смотрим пол 4 или 4 думаешь ну все пара типа пока еще не расцвело надо уже мремонадки собирать на сегодня начну собирать хочу поехать на хорошей рыбалке и сегодня снасти кстати буду делать новые я там посмотрел в этом месте люди ловят на снасти паттерностер так что если кому интересует рыбалка сегодня еще наверно сниму сюда тоже и на русском на испанском про то как буду делать снасть паттерностер для рыбалки вот на три крючка и с кормушкой внизу и с поплавком вверху для того чтобы снасть растягивалась как бы так вот приблизительно ну как бы там одна часть лежала совсем внизу одна так чуть-чуть подверг под это самое и шкал моталась потому что хочу на рыбу которая кидается на малька вот на нее как бы так порыбачить так же он все наконец-то наступила пятница сегодня собирание удочек собирание машины вытаскивание всех лишних вещей потому что машина небольшая соответственно надо по вытаскивать всякие там вещи которые не буду использовать положить только те которые буду использовать не хочу цеплять верхний багажник другой раз едешь этот верхний багажник но когда ехать куда-то подальше а я собираюсь подальше завтра буду рассказывать куда конкретно то верхний багажник очень шумит я уже что-то то не делал даже вставлял в эти трубки туда поролон чтобы не было пустоты все равно создает шум грохот на крыше нифига не интересно так сподобайки поставили 20 человек сколько сподобайки поставили я же объяснял что такое сподобайки я случайно узнал сам смотрел одних на этом самом стрим на украинском а там говорила девушка сподобайки надо поставить сначала не врубился бы большой сподобайки это типа лайки вот а потом запомнилась начало прикольное слово начал тоже употреблять вчера вчера походили погуляли не всем правда понравилось я вчера сегодня решил думая не буду ходить машины проведу хотя если вы хотите на другую сторону посмотреть смотрите вот я вот тут стою я уже рассказывал что в буэнос-айресе существует особенно микроцентре других краях нет а микроцентре есть вот ну новые зрители всегда бывает смотрите так пальцем на виду видите от выше пальца знак стоянка и там есть штрих-код значит вы если такой знак на этой улице видите вы идете сканируете телефоном этот штрих-код и вам предложит установить приложение вы устанавливаете приложение и им платите за стоянку на этом квартале там будет указано сама gps найдет где вы стоите если вы попадаете в зону именно вот этой оплаты вы тут же приложение выбираете и платье то гораздо гораздо дешевле чем ставить примеру на этот самый на стоянку платную с буквой п вот эту сейчас скажу примеру я тут сегодня поставил что буду стоять где-то час 15 там вы выбираете сколько вы будете стоять прямо по времени и оплата через по карточке без карточка типа по телефону и я вот набрал что я буду стоять час 15 меня взяло 70 песо если бы на такую стоянку я заехал на платную мне бы это обошлось где-то за 500 песо в среднем где-то около 500 песо за час берут платные стоянки а так как это больше так что было бы и около 600 ps у наверно а так 71 или 75 сколько там и только что заплатил так что пользуйтесь это правительство нас тут придумала уже у нас начинает в аргентине первые эти самые кандидаты выдвигаться в президенты то есть как бы заявлять о том что они не так зали что будут кандидаты что будут выдвигаться кто там будет выдвигаться в эти президенты но фактом что уже 1 начинает об этом говорить как то что ты предполагаешь что одно а то что уже говорят это другое уже заявил о своем желании быть президентом мэр города ларета уже выступил и сказал я типа буду выдвигаться кандидатом надеюсь может он даже и победит ну наверно сейчас и другие начнут рассказывать он из принципиальных вещей сказал что хочет наладить нож ну я сам не слышал нет это рассказал и так как бы его не слышал сам не слышал сказал о том что он хочет послать ну как бы войска ну не то что прямо все а просто что военных на границу ориентины которые должны будут навести порядок на границе потому что сами понимаете у нас тут бегает этот самый трафикант и всякие туда-сюда через границу как у тебя через огород соответственно еще я хочу россии порядок на том чтобы этот трафикант и всякие не гоняли туда-сюда жандармерия которая там стоит я которая уже ну намек на то что она уже так привыкла что при ней хорошо бегает она пускай вернется и вещам внутренним то есть тем которые там заниматься безопасностью в городах так сказать своих одни граница на границу поставить военных которые наведут порядок представляете ну это так сказать такое основное пока что пока что обещание которое что навести порядок на границе соседними наши южноамериканскими странами так куда собираетесь дома рыбалку собираюсь собираюсь на четыре дня буду брать с собой модем свой и если думает думаешь о надеюсь оттуда проводить много стримов может прямо с рыбалок с места отдыха потому что когда-то ездил и вроде бы там сигнал был потому что очень часто у нас сигнала вообще в аргентине найти где можно проводить а теперь это самое буду готовить удочки только не все а вот думаю брать удочки довольно длинные где-то 4 метра 20 потому что хочу посетить много разных мест попал посмотрим что получится ну такие длинные удочки хорошие снасти с кормушками тонны я всегда как бы беру такие на один ключом закидываю на что-нибудь совсем крупное а крупные так редко клюет целый день походит можешь прождать ничего крупного не клюнет а теперь думаю взять на что-нибудь такое чтобы не совсем крупные но чтоб почаще так что готовимся новую знать буду показывать бы я посмотрел сегодня аналитику по каналу и смотрю люди начали смотреть мои старые видео которые про рыбальские снасти про приготовление бойло про приготовление кормушек и о чувствуется что народ на той стороне пронюхал что скоро весна это всегда так как зиме затихает эта тема потом как к весне народ как бы уже начинает думать надо готовить удочки и начинает смотреть вот что пишут так не хвоста не чужие спасибочки спасибочки так о класса я вот только ухожу в микро джи а раньше с поплавком только карасей ловил смотрите а я вот никак еще не ухожу микро джи хотя хотя все время хочу этим заняться единственная моя проблема почему не занимаюсь этим вот масса в аргентине это она по одной простой причине вот все таки как бы реки которые находятся для вокруг буэнос-айерса они предназначены для микро джи а вот не предназначены хоть ты лопни потому что грязные ну грязные я имею дуне грязные а мутные вот так можно сказать вода очень мутная вода а реки в основном идут откуда со стороны бразилии вот оттуда со стороны гор а наши самые крупные которые до составе бразилии там почва не чернозем не песок там глина и вот это вся глина перемешанная несется и река мутная мне такое впечатление создается что тут нифига эту приманку в этой мутной воде ничего не или это должна быть вот еще чем у нас занимается на спине ловить так это на блесну но это крупную или же или же вот на дорадо это может быть пластиковая рыбка в это пластиковая рыбка вот такого размера больше моего пальца должна быть такая здоровая то есть она тарабанит там так что он ее слышит они потому что он ее убить вот еще наверно можно хорошо ловить на всякие беги блесны и все такое на океане но сами понимаете не изберия а надо чтоб с лодки где-то зайти далеко а это во первых накладного во вторых не каждый может себе позволить в третьих не каждый день ты можешь выйти в океан на лодке блин а я хотел даже ладно сейчас расскажу так что с микро джигом здесь похуже хотя у меня спине для этого есть некоторые спиннинги я даже если поверите еще уже лет пять наверное имею я с них еще не поздирал и кикетки которые вот эти ну как бы и кикетки со спиной они сняты то есть как бы не применял это хороший спиннинги абу гарсия так это я хотел сегодня кстати не знал чем заняться чем поговорить о чем так как час есть посидеть можно но не знал чем но думал знаете как назвать видео думал назвать стрим ну что там экономика потому что всегда одно и то же ну что там я там экономика вот уже третий или четвертый стрим только начинает один из первых вопросов экономика на месте в аргентине он видите за собачками надо убирать у нас есть такой лозунгу и нас алиса называется твоя собака твоя как а то есть твой собака и какашки и и тоже твои так что у нас собачники за собой убирают собачками экономика экономика стоит на месте доллар пока стоит на месте государственный никуда не делся не поднялся blue который мы называем голубой доллар тоже пока что сильно не сдвинулся после во всяком случае за последнюю неделю где-то как был около сколько там он был наверно ну да 370 так где-то и стоит 370 так что ничего такого нет все как дорожало так и дорожает но это обычное явление это у нас даже не удивляет и не знаю чем всех так прет экономика аргентины хотя ничего в этой экономике не меняется у нас в экономике всегда стабильное подорожание и это для аргентинцы вообще никак как бы я так заметил особо не не прутся нет это никто не орет никто не вяжет все знают что такое подорожание что если подорожало той подорожало значит и услуги это я воду пью такой бутылка так шарки услуги подорожают так кому выдают автомобильные номера черного цвета да и по моему не все что там кому выдают черного цвета и старые номера и более новые номера есть который просто вот видите это один из старых номеров выданных черт на когда более новые более красивые выдают там на некоторых может ли фасур быть написан еще что-то так что не то что тут специально кому-то вот так выдавали а потом другие начали выдавать это как дали и у нас эти дни и документы национальные меняется там сколько-то лет проходит и начинает выдумывать новые дни и это не значит что кому-то дают такое или такое у кого есть и старые у кого есть более новое меня эти дни и уже наверно ну не знаю они же как бы бессрочные это не то что там прошло пять лет и дом менять как заграничный паспорт или десять лет дни и бессрочные ну чтобы деньги зарабатывать их печатают все время какие-нибудь новые более красочные говорят там больше защиты или еще что-нибудь и люди как бы меня и за это платят деньги таким образом получается что тебя эти дни имеют спятак накопилось так и с вот были были старые стали более новые более красочные там да и все ничего тут специально никому не выдается просто старый номер черный так доброе утро благодарю благодаря вам переехал из россии ну хорошо если вам понравится здесь жить так это будет такого ну что буду жить я уверен что еще много приедет людей вообще со всего мира и многие из них останутся здесь но и приедут просто за паспортами получить убежать пошлятся где-то побегать а многие реально останутся здесь жить потому всем что творится в мире многим понравится арентина честно говоря там конечно если обсирать или всякие наподобие там вчера показывал ходил и метро и то есть все равно найдутся эти которые будут тебе рассказать у нас там сегодня мне пишет метро вчера показал да у нас колхозе такое метро да вам до метро там когда марса ну конечно ваши мухосранске всегда метро лучше бесспорно ясный перец я и не спорю если вас колхозе просто такое метро ходит так вы счастливые люди живите там да и все а нам здесь хорошо так теперь так что приехали устраивайтесь работайте живите обустраивайтесь я думаю что очень многим людям здесь понравится и они тут останутся на всю жизнь опять же если вдруг снова мы чего-нибудь выберем новое себе в этом году может и новая какая-то политика начнется или экономика все равно что-то в мире меняется в таком случае город меняется если мэр города будет этим сто процентов будет меняться и и все остальное и станет президентом другой вопрос у не всегда все что ожидаешь становится так круто но и ожидали своих новых президентов что это будет круто оказалось что это получилось совсем гибли так что тут наперед не загадаешь может выиграем а может и не выиграем вот но тоже я думаю что в этом году будет но чего меняться тогда вот уж какую сторону ну блин посмотрим что тут мышнее бабы ванги чтобы все наперед знать может будет крутенько а может и прошедемся в какой раз всякое может случиться кстати у меня сейчас в аргентине я смотрю очень чисто на улицах и классную а вдруг сейчас в аренке не а я вчера показывал три часа ходили стримы по улицам по всем и действительно и классно и нормально а самое крутое в аренке не это нормальные отношения людей вот просто нормальные она другое она люди более спокойные более в равномерен и не нервные не психопаты блин как у некоторых обычные нормальные если до них нормально относишься они к тебе также сама будут вот сейчас простой простой пример вот я не смогу вам так сказать и показать но я могу рассказать вот за мной перекресток да видит а машины переезжают и вот около перед за мной там стоит еще одна машина вот стоит там и тут как получается для того чтобы на перекрестке автобус мог нормально завернуть прокрашенную ну желтым чтобы не становились близко к перекрестку машины почему потому что автобус как бы заворачивать надо будет делать несколько маневров чтобы вас не зацепить и все в таком духе хотя там не запрещено это сделали для этого и поставили за мной сзади стоит такой как вот когда ремонт дороги идет или что знаете такой пластиковую такую щит такой пластиковый здорово вот сразу за моей машиной стоит и этот самый еще получилось никогда подъехал это место на котором я считаю это второе место от перекрестка была занята здесь стояла такси я стал затем пластиковым щитом здоровый такой блок пластиковый вот и стою там но место не очень удобно из-за того что ну как бы ты перекрываешься автобус будет или грузовик какой-то развозить товар и будет поворачивать то конечно ну как бы ему создаст неудобство и я увидел что такси отъезжает и думаю сейчас я сдам назад объеду этот вот пластиковый вот эту всю стенку и стану с этой стороны по таксисту езжает и я таким образом буду ну не мешать только начал маневр люди которые стояли на тротуаре увидели что я буду маневрировать типа назад отъезжать обижать вот это чтит потом становиться маневрировать сюда они подошли сняли этот блин долбанный щит показали мне что проезжай просто вот так вперед я проехал а потом поставили за мной сзади снова этот щит пластиковый то есть просто людям которым вот они увидели что так будет лучше человека они взяли подошли это сделали их никто не просил никто как говорят знаете другой бы так вот посмотрим как он едет не въедет будет а маневр делать не будет маневр делать а здесь не здесь подошли раз просто посторонние люди сняли это щит показали проезжай чувак стань впереди как тебе удобно а потом поставили это щит хотя им до этого ну вообще блин никакого дела это просто вот другой народ понимаете другой вот и все так что так где самые большие зарплаты в южной америке самые большие зарплаты дома у вас вот самые большие зарплаты самые большие зарплаты даются людям у которых есть голове и они зарабатывают не там не на зарплате на зарплате еще никто не стал миллионером а их зарабатывают на своем бизнесе вот где самые большие зарплаты если вы ставите так вопрос значит вообще не понимаете что такое большие зарплаты потому что вышел ну допустим я скажу у хирурга блин который делает операции на сердце вы что пойдете хирургом операции на сердце делать или еще у кого-то нет то есть вы пишите какая у вас профессии сколько приблизительно здесь могут заработать при такой профессии тогда это хоть как-то можно еще оценить а самые большие зарплаты а вы космонавт хирург профессор крутой компьютерщик или пишите блин нейронные сети изобретаете если вы такой крутой такой блин и зарплату вообще искать не будете вы просто будете откроете свое дело и на вас будут работать вы будете зарплаты платить а если просто не знаешь даже не кем работать будешь так зачем такие вопросы писать да насчет метро точку вот так и есть здравствуйте недвижимость купить удаленно возможно вы что-то про такое слышали нет не слышал насчет покупки удаленного недвижимость я не думаю что кто-то тут согласиться кому-то удаленно не видя блин человека продавать какую-то недвижимость потому что это надо оформление документов это надо нотариальные заверения это надо свериться это недвижимость реально ему принадлежит или нет в общем тут куча примочек и я не думаю что кто-то тут просто будет продавать недвижимость черт на кому не понятно нигде он никто он не видя никого ну я не слышал может я и ошибаюсь я тоже не не во всех вопросах все знаю есть вещи в которых я не сталкивался и это реальность я но в чем ну зачем она мне если мне и своя жизнь и свои заботы и в том чем я занимаюсь или вокруг себя я могу рассказать а есть такие вещи которые принципе я не делал не сталкивался соответственно откуда мне знать а просто для пакетов и ляпать тоже не интересно леонид я очень люблю спину рыбалку а еще больше люблю делать приманки делаю воблер и блесны от колебалок до больших щучьих блесен двойное хобби вот кстати кстати вот если есть такое хобби если бы я имел вот такую возможность вот это все круто делать прямо чтобы я умел это делать я бы к примеру здесь бы на mercado libra продавал бы свободно вот эти вот все штучки на всю аргентину это очень простенько делается и очень просто можно этому найти применение у нас особо скажем так выбор всяких приманок выбор всяких в блесен небольшой очень примитивный как правило в то что смог там с китая затащить какую-то партию и то есть вот таких хороших каких-то самоделок это единички могут делать там я видел мушки некоторые пытаются делать и они очень хорошо идут мухи вот эти чтобы ловить там хоррель еще что-то ну вот прямо на выставках показывает как они делают на станочках эти муки и действительно красивых покупать а так такая примитивщина и так мало товаров что любая вот такая хорошая штучка если делаешь я думаю надо бы пошла на ура здесь как лучше привести большую сумму для покупки квартиры ваше мнение криптовалюта дело в том что тут не то что мое мнение не мое мнение как бы вам не пришлось декларировать откуда у вас такая суммой как она провезена то есть примеру криптовалюта криптовалюта ни с того ни сего вы прошли контроль на таможне и вам примеру сказали и вы там заявили что вас 10 тысяч долларов а потом ни с того ни сего вы через пару месяцев покупаете квартиру и платить это мы не знаю 150 тысяч долларов и как вы будете объяснять откуда они взялись все конечно понимает что такое криптовалюта но официально у нас налоговая пытается обложить налогами сделки на криптовалюте конечно у нее еще пока не очень сильно это получается там но при оформлении всяких вот таких больших сделок я не знаю может все таки каким-то образом более легальным зависим чтобы эти деньги можно было как-то показать потому что конечно практически практически более практично это конечно через криптовалюту это более практичную но как и блин реализовать потом что ни с того ни сего появилась такая сумма когда человек при переезде границы декларировал 10 тысяч это вот как то уже надо с этим вот разобраться вот чем прикол то есть как говорят бланкер плата то есть обелить от отбеливателем сделать эти деньги отбелить легализировать скажем так через криптовалюту и вряд ли вы сможете доказать легализировать эти деньги большущие так что надо подумать как то что то по-другому какую-то пересылку не знаю денег на свой счет зарубежного счета вы кстати знаете да наверно знаете а может не знаете что есть такой фокус вот есть я к примеру буду получать деньги из-за рубежа но это будет мой мой заработок то есть примеру я фрилансер или как это называется работаю на зарубежную компанию пишу программы еще что-нибудь им платят мне платят то официально по закону я буду рассказать то что по закону то что не по закону все и так найдут да и не могу я это как бы транслировать на весь мир а то что по закону то вы должны это дело ну как бы выписывать я уже рассказывал счета в ориентине и получать по государственному курсу песо здесь то есть реальные потери ваши будут составлять около 50 процентов реальные потери того что вам там как бы в долларах выдают и после того что вы здесь получите и если вы захотите пойти купить доллары за эти деньги что вы получите реальные живые доллары не на бумажках каких-то просто живые доллары то у вас при этом вы составите цену которую вам заплатили зарплату эту которую вы купили потом аргентине после того как получили эти зарплату у вас составит потери около 60 процентов где-то 40 вы получите в тех живых долларах а есть другой прибамбас если это не заработок а у вас к примеру в иностранном банке лежат деньги в долларах на ваше имя ну в америке я думаю что это в любой стране они могут лежать не обязательно этого америке там не сказано насчет америки потом вы уже имеете аргентинский документ и вы пошли открыли в аргентинском банке долларовый счет и вот перевод именно с вашего счета на ваш счет в аргентину там совсем другие потери там потери около не дотягивают до 10 процентов не дотягивают около 5 процентов там потери есть такой факт я в банке узнавал конкретного когда я хотел ну как бы на банк получать какие деньги мне сказали если это просто перевод вот ваших сбережений которые у вас есть на ваше имя там счет должен быть открыт и здесь на ваше имя конкретно счетом быть открыт перевода так вот так вот в денег валюты это совсем другая цена это не заработки за рубежом это просто уливание ваших денег типа ну в аргентину так что я бы посоветовал ну как бы не знаю пойти в какой-то банк и посоветоваться на эту тему может у вас есть на долларовом счете легально какие-то деньги это долларовый счет там а теперь вы так как живете в аргентине и открыли здесь в любом банке можно открыть долларовый счет в любом здесь не запрещено это делать это не надо тут ничего супер-пупер чтобы открыть долларовый счет любая банк вам его даст и вы просто перевод своих денег оттуда-сюда это совсем ну незначительные потери так что ребятки вот некоторым которым надо большие суммы перевести попробуйте обратить еще на вот это чуть-чуть внимание так вы только что хвалили другой народа сами на меня наезжаете как типичный россиягин я спросил где самая большая средняя зарплата в южной америке я вообще не понял про среднюю зарплату я считаю что зарплата существует самая большая зарплата это все от профессии зависит как вот может быть зарплата без профессии просто это раз второе я по всей южной америке не бегаю и не знаю вот сколько у них зарплаты наша если взять минимальная зарплата минимальная средняя не знаю сколько существует средняя зарплата как его можно определить среднюю зарплату а вот минимальная наша я точно знаешь вам не хватит снимать квартиру в буэнос-айресе и прожить за нее это я вот могу сказать так что ни на кого я не наезжал я просто объяснил то что существует на самом деле вот вы любимый блогер из аргентине самые настоящие приятные лично для меня ой спасибо огромное в аргентине добывает золото я не знаю думаю надеюсь что добывает много вообще чего добывает просто меня как бы ну вот это вот очень интересовало никогда бывает они меня тоже не интересовался но думаю что да вот спасибо за информацию пожалуйста так что я просто не интересовался можно почитать конечно взять google и написать там добывает не добывает это золото думаешь где-то добывает просто ну конечно никто из моих знакомых или вообще даже вот просто знакомых я не слышал чтобы интересовался вообще добычей золота или чем таким вообще так наезда не было меня защищает спасибо ответили нормально вот да нормально потому что это и правду так многие сначала спрашивают за деньги а потом уже за то что он может делать и и что он может по своей профессии заработать вот деньги как бы ну вот это во первых лишь приезжаете не только за деньгами если если уж на то пошло обсудить вот вопрос денег в аргентине я бы сказал еще одну простую вещь что сюда для то заработка денег вообще никто не едет ну может кроме каких-то крупных инвесторов которые знают что они вложатся в какие-то там месторождения еще какие-то дела там не знаю выкупят пол какой-то провинции земли потом что-то на ней будет творить вот они тут будут деньги зарабатывать а из простого народа в аргентину вообще никто не едет потому что типа заработаю за рубежом деньги такого я вот не встречал сюда едут жить из простых людей сюда едут просто жить потому что здесь жизнь другая здесь более скажем так на данный момент более безопасное чем дальше от центра опасности тем лучше и тут хорошая погода тут хороший воздух более размеренная жизнь люди не консервации заготовки живут на более свежих продуктах и я думаю что как говорят наши старички вместо того чтобы сидеть на лавках обсуждать там соседи они ходят там с клюшками блин гольф играет там вокруг озера там топает ножками ну гуляет там театры ходят еще что-то такое то есть просто вот народ по-другому живет и сюда еду за этим а уже дальше дальше я бы даже сказал так то если ты не знаешь как заработать я бы тебе порекомендовал вообще сюда не ехать потому что найти работу особенно приехавшую новым людям не знающим языка не имеющим постоянных документов это практически будет невозможно и соответственно если ты не знаешь чего ты будешь жить то есть ты не привез с собой деньги или у тебя нету какого-то бизнеса который ты будешь управлять из аргентины по интернету или и не работаешь просто на весь мир потом в социальных сетях ну не знаю может и тик токер крутой там или еще чего-нибудь там и крутой а будешь здесь жить а зарабатывать это угром месте тогда да тогда это для вас если ты едешь с надеждой на то что ты будешь здесь зарабатывать то ты будешь сильно разочарован если честно сказать очень сильно разочарован первые деньги заканчивается быстро потому что жизнь дорогая сколько там кто не рассказывал из его приехавших что здесь очень дешевая страна да это очень дешевая страна только посмотрите с какой скоростью в этой дешевой стране кончается ваши деньги удивитесь многие удивятся 70 процентов удивятся через полгода и будут совсем другую песню петь про дешевую про страну так что сюда вообще за зарплатой кто собирается о поеду за границу заработаю есть возможность то честно говоря я бы таким людям рекомендовал поискать вообще другие страны для заработка потому что это не та страна где заработаешь или будешь жить с середнячком ходить на работу или если ты хочешь жить хорошо то ты должен работать не здесь во всяком случае точно уж не ходить на работу за зарплату это сто процентов вот я чуть не видел миллионеру каменщиков которые работают на стройках так что ребятки это вообще некорректно за границу за зарплатой для этого всяком случае не про ориентирую скажем так так что еще пишут так про среднюю спросил ну от сами отвечать я не знаю какая средняя как вообще считается средняя зарплата от кого от каких профессий вообще само название ренте на означает серебро ухты не знал это означает серебро когда открыли эту землю думали много серебра здесь и брони нашли название осталось может 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 не читал такой истории но в принципе нормально с хорошей погодой не ходишь в магазине у меня в планах есть приехать в аргентину ближайший год начал учить сейчас испанский очень интересный язык а вы знали испанский до приезда в аргентину нет я не знал совершенно испанский до приезда в аргентину после того как я уже ну как бы вот у меня вообще прошел этот процесс очень быстро в каком плане очень быстро быстро от того как я узнал про аргентину и решил что надо поинтересоваться визой и до моего отъезда в аргентину то есть это не так что было как вот некоторые говорят я приеду в следующем году то есть у него там процесс от его мысли поехать в аргентину до приезда в аргентину получается год то есть он может учить язык интересоваться истории интересоваться культурой смотреть видосы ставить лайки мне спада байки и все такое то у него еще есть такую возможность у меня было около трех недель от того как я узнал что такое блин аргентина и от того как я оказался в буэнос-айрус то есть до этого я вообще не знал о существовании этой стране и где она на карте находится то есть я как бы вот соплю не тянул по таза хвоста и ничего там не решался я подготовлюсь там еще что-то сделаю нет я узнал когда что существует страна аргентина там не один знакомый рассказали что типа ездил какой-то художник такую страну которую называется аргентина но себя как художник там не нашел и он вернулся а я хотел уехать и я тогда узнал вообще о существовании такого названия такой страны то есть я конечно географию школе учил но учет я не помню про аргентину ничего интернет тогда еще не существовал соответственно я нашел в справочнике шоу киеве существует посольство аргентины и позвонил чтобы узнать насчет вот как туда можно уехать они не сказали ты можешь записаться на прием заплатить там уж не помню сколько честно скажу там около может 100 долларов или что-то такое за визу и мы тебе типа а ты привези еще справку там несудимости там о том что у тебя нету там каких-то заразных болезней там смертельных еще чуть какую-то фиговину и можешь приехать сюда для собеседования ну в общем я вот там быстренько эти все справочки пособирал и поехал на это собеседование назначили они мне его где-то через неделю тогда же не было вообще толпы кто едет в аргентину то это были одиночные люди я туда приехал и я вышел оттуда мне дались уже визу меня уже паспорте была виза и я вышел и куда вы думаете я пошел я пошел в аэрофлот тогда существовал аэрофлот и вот вышел с посольства и думаю чуть тянуть то были пошел в аэрофлот и купил билеты и билеты я купил на отъезд через неделю приехал домой и стал что я через неделю меня билеты в аэрофлоте я прилетел я не знал где тут буэнос-аэрос вышел в аэропорту познакомились самолете еще с одними друзьями ребятами которые летели так как мы вышли в аэропорту посмотрели мы не знали это аэропорт в городе или этого аэропорт за городом и вообще такого понятия не имели увидели какую-то вот армянку стояла она с плакатом на русском языке шоке по встречаю там приезжих не подошли к ней больше русского языка нигде не видели ни черта не понимали вот она нас довезла скажем так на каких-то автобусах поселила в какую-то первую называли фамилиар и тогда такую ну это даже гостиницей не назвать от такое общага какая-то блин с комнатами всех кучу в одну комнату с какими-то котами с какой-то барин долбаной бабкой но одним словом мы потом на следующий день ушли оттуда уже сами искать но потом что это было первое знакомство ответственно меня не было вот это знали ли вы язык знали ли вы чуть про аргентину не читая не знал знал я не язык не знал и где-то аргентина я потом за эту неделю посмотрел на карте где она вообще при находится и видел я про аргентину один такой какой-то фильм помню клуб путешественников кинопутешественников тогда шоу вот такая передача была в то время 90-х годах где был один фильм про аргентину где показывали живущую какую-то семью горах где у них матриархат где одна бабка править и у этом куча внуков правнуков и она там вот они сидят горах живут там козы какие-то ходят я вообще думал что аргентина это вот это мне прикололо это я говорю класс вот и я поселюсь а так горах с этими козами блин не буду там себе жить и никто мне не будет трахать мозг вот оказалось тут еще есть города оказалось тут ходят автобусы блин что тут существуют магазины есть другие люди кроме этой бабки с козами блин ну то есть все это я уже открывал здесь так что не знал я ни черта никакого языка я там не знал ничего у меня был с собой книжка и испано-русский язык вот этот переводчик которую мы там вот а еще по моим книжка какая-то была самоучитель испанского языка все это все чем мы знали про аргентину случае я что знал про аргентину так что многие сюда приезжают там пальцы блин круто веером да у нас там дома да тут еще блин вам это жить и жить тянуть и тянуть да тут блин классного ресторана с какими-то там заморскими блин этими нет там заморскими блюдами так хочется сказать 4 числа приперся сиди у себя дома со своими блин заморскими блюдами но почему-то ты сидишь здесь блин буэнос-айресе вот это блин круто так что нет ребята можно даже таким как как я тупый блин выжить в аргентине соответственно если у вас больше разума есть и вы больше подготовлены то конечно вам еще легче будет так что еще спрашивает а ну-ка тут и полистаю так 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 что не знал это кстати сложно открыть бизнес в аргентине конечно позиции нет не сложно совершенно не сложно практически все онлайн за кой этим налогом ну по соответственно после легализации в аргентине да нет не сложно в онлайн заходите в афип афип это налоговая инспекция там быстренько открываете ну полчаса вас займет открытие бизнеса в аргентине если у вас знакомый ювелир очень хотелось бы пообщаться с ювелирами так темы я ювелир хотел продавал свое любимое дело но мало информации нет знакомых ювелир у меня нет если вы в буэнос-айресе пойдите на улицу либертад там блин чертова гора ювелиром как правило армян и аргентинцев найдете русскоговорящих там их полно и с ними пообщаетесь так дети уже уехали хорошо если будем ставить и где-то криминальные районы ну где-то где-то куда там что-то не заходит это конечно сказки но криминальные районы да есть есть вижу и у нас на эти вижу я бы не рекомендовал ходить вам фотиком фотографировать снимать там видосики пилить для ютуба иначе останетесь там и жить блин но такого подвале вот если останетесь но это не значит что там такое где-то как фильмах показываете там полиция боится заходить что там только войска танком заезжает не такой хрень и нет это все баки телевизионные вот если боятся все делать оливье то что заправляют вместо соленых огурчиков почему соленые огурчики можете заправлять купить и блин соленые огурчики немецкие продаются у кори фура в больших супермаркетах вот заправляйте солеными огурчиками опять же никто не запрещал купить огурчики хотите маленькие хрустящие купить и китайские засолите сами вы же не безрукие засолите через три дня вот будут огурчики в холодильнике стоять баночка соленых да и заправляйте себе так что мы замените и соленых огурчиков не делаем если хочется огурчик можно его купить можно самому засолить сподобай поставлен у актерская кухня спасибо очки все за сподобайки спасибо очки так каких иммигрантов в арентине больше всего вчера как раз рассказывал не все продумали как бы все поверят но больше всего иммигрантов это американцы вчера как раз рассказывал статистику потому что это опубликовали в газетах едет больше всего в иммиграцию в арентину это американцы на втором месте стоят китайцы на третьем мексиканцы на четвертом русские вот это вам 4 передовых нации для миграции в аргентину так принятие прекрасная природа и погода каждая страна прекрасно по-своему все правильно это считаю что здесь прекрасной погода и природа опять же все-таки страна большая имеет как вы его так посмотрите если в одну сторону откуда солнце всходит имеем атлантический океан куда солнце садится имеем горы анды большими звучали аргентина если посмотрим на юг там имеем как бы это самый антарктиду полюс пенвинов которые бегают и если посмотрим на север там имеем сторону экватора тропики бразилию леса бразильские природу бразильскую то есть такую тропикальную то есть каждый для себя может найти место где ему кажется ну как бы хочется холода ты можешь найти хочется жары ты можешь найти хоть жить в горах ты можешь себе найти в аргентине место хочешь жить на океане ты тоже можешь себе найти хорошее место для жизни на океане хочешь спрятаться потому что ты блин военные преступники тебя ищут ну будешь прятаться там где гитлер когда-то прятался думаю скоро тут таких тоже будет многом так дети уже живут я собираюсь не 65 радуюсь вас смотрю мне тоже почти рядышком так что ничего страшного будете ходить видосы пилить на рыбалку будете ходить если есть за что жить там пенсия или какой-то ну доход ну значит будете что ходить по паркам блин кушать фрукты блин бананами закушивать ездить на рыбалке путешествовать наслаждаться греть пузо смотреть где в термах покупаться ну а чё еще 65 делать на создаться жизни дети выросли нянчиться не надо внуков блин сами пускай своих нянчат нечего вы так что скидывать это некоторые поскидывает блин живут живут потом говорит вот дети вырастут я поживу потом бомбе внукова кидали накидали они так сидят там семья бобровых ну или блин их машину и на рыбалку собой я бы своих с удовольствием блин на рыбалку брал бы или путешествовать так а если в ориентине материнский капиталь годная ипотека для молодых семей как в россии нет нет такого именно как в россии нет какие-то помощи конечно существует и все но на них квартиру не купишь на них как бы это самый особо не протянешь так что надеяться на материнский капитал здесь лучше не надо потому что вам на его не ничего такого не хватит то есть где-то да есть пособия даже вчера рассказывал вот не только аргентина буэнос-айрос вчера я встретил девочек и мальчиков в жилетках специальных там с табличками на них что они там от правительства буэнос-айерса городского правительства и они ходили и звонили в дома и звонили в каждый звонок и спрашивали есть ли ну или в ихнем доме вы даже не каждый звонок они звонили они сын к радам разговаривали спрашивали если в доме семьи с маленькими детьми до двух лет именно я потом подошел спросил из-за чего типа вообще вам вот эти все лет мы собираем данные для города о том где живут семьи с детьми до двух лет потому что город там хочет какие-то в общем льготы объявить что-то такое не знаю то ли это будут годы ну финансовая помощь то ли это будет в чем-то другом выражаться но в общем город такие данные собирать для того чтобы именно чем-то помочь тем семьям которых маленькие дети до двух лет так что это даже прямо вчера видел собирали такие данные ходили периодически что-то делается но прямо жить за счет того что будешь кучу детей рожать не проживешь ты за эти пособия которые вам будут давать здесь таки получает пособие по потере кормильца даже тех если их там уже это все в тюрьму посадили так что тоже хотите помочь семье можете сесть будет семья получать какие-то временное отсутствие кормильца вот не знаю тоже хватит ли вам какая зарплата подсобника разнорабочего настройки продавца в магазине медсестры и учителя средней школе ну хотите можем начать гуглить я смотрю ни к одной категории не подхожу а чтоб просто так бегать у каждого спрашивать какая зарплата тоже не бегаю не спрашивать как-то вот не принято здесь бегать у каждого спрашивать какой у тебя доход сколько тебе блин платят а так как я вообще никакого смотрите подсобник разнорабочего настройки никогда не был продавцом в магазине тоже не работал медсестрой учителем нет он света уже идет скоро будем заканчивать может она сейчас спрашиваю что нахуй что-то в эту тему знаешь обход последний вопрос ответ привет уже ты не можешь на последний вопрос ответь какая зарплата пособника разнорабочего настройки продавца в магазине медсестры учителя в средней школе ну вот сегодня только читали к примеру зарплата медсестры в модель плате люди писали 85 тысяч песо поэтому медсестры медбратья уволились четыре человека ушли работать каррифур каррифур я не получаю сто восемьдесят пять тысяч песо в месяц медсестры повольняли пофир работать супермаркет тут надо смотреть сколько часов они работали сколько часов но ты зависимость от нагрузки правильно ты сможешь работать три дня в неделе можешь работать с утра до вечера зарплата зарплаты хорошие здесь рассчитывать ничего ну это я уже рассказывал они все верят что блин эти тоже у нас кстати я сейчас тоже заработал тик токи там смотрю и медики аргентинские жалуются не то что жалуются они говорят вот из всех моих вот мы они закончили медицинский факультет половина уже уехала за границу работы потому что там платят пять раз больше вторая половина которая не уехала мечтаю туда уехать ну как зарплата там в пять шесть раз больше чем здесь раньше такого не было раньше медики здесь хорошо зарабатывали зарплат здесь хороших нет если вы будете снимать квартиру к примеру за 1000 долларов как сейчас за 600 пускай даже долларов на даже за же такую зарплату заработать такую зарплату поискать еще надо очень сильно постараться вы будете впахиваться увидеть только один выходной в день и все вы будете жить на работе зарплаты очень плохие на данный момент вот сейчас учителя бастуют они не договорились о повышении зарплаты сейчас 27 февраля будет забастовка учителей и неизвестно начнутся ли у нас во время школа на этом нас всегда так каждый год бывает школы во время как всегда не начинается вместо 2 марта 26 лет никогда не помним ни одного года чтобы учителя не начали забастовку 28 февраля и чтобы не задержали начало школы то есть свой отпуск они никогда не поставали а вот когда надо в марте начинать уже школу тогда они начинают бастовать что у них зарплата по это каждый год это ничего нового в этом нет я еще сказала 600 долларов снять квартиру так как люди которые только сюда приезжают у них нет документов у них нет ну как бы из вида жительства жилье за 300 за 200 долларов хорошим районе нормальным да поэтому зарплаты здесь очень-очень низкие на данный момент времени даже не то что по отношению к доллару а даже по отношению к жизни ну бабуша если вы идете если у вас зарплата медсестры морден платят оговорили знаю сколько здесь надо я не думаю что больше 85000 песо то извините вам этой зарплаты хватит ну вам я не хватит даже заплатить квартиру если вы снимаете нормальную квартиру вы не платите на если вы живете один человек на 85000 у нас не проживет у нас сколько там сейчас минимально чтобы не быть бедным по моему уже 150 тысяч приблизительно на семью надо получать а квартиры дорогие конечно дорогие квартиры смысле купить снять в смысле дорогие зависимым скажем так что снять снять тоже дорогие особенно если вы только приехали и как турист пытаетесь снять то считаете от 600 долларов в месяц и дальше а даже если не как туристу тоже сейчас тоже все по дороге у меня квартира стоит 150 тысяч плюс пол и добавьте туда еще свет газ телефон интернет и все такое квартира приблизительно сейчас ну но дешевле зачем за 170 тысяч нормальную квартиру хотя бы двухкомнатную с балконом хорошем районе найти нельзя и получается так что зарплаты 180 тысяч ну вот будет хватать если вы еще такую зарплату найдете почему переехали приключений поискать захотели вот вошли переехали потому что тогда когда я жила на украине и закончила школу у нас учителям не платили зарплату я не знала куда мне дальше идти учиться кем мне быть да я закончила техникум финал коммерческий техникум но в принципе мы там особо ничему не научились стране был хаос и бардак 96 год и что человеку в 20 лет было дело 96 в том году только уезжать из страны вот и все поэтому я привет привет ребята ну в общем как кстати какие рода есть в ориентине кроме буйна сайерса крупные интересные где можно пожить но эту карту в аргентине открывайте там куча городов есть ладно мы поехали как я говорил я часик по стриму и поеду так что часик я постримил и мы поехали пока так что у всем пока пока хороших вам выходных наконец-то они пришли наступили с хорошей пятницей вам всех не надо было расширить я так просто